доброе утро у нас началось с посещения острова намек как мы тут оказались это отдельная история мы посетили водохранилище мы посетили ферму мы посетили коров и свиней но посетила это только я потому что алиса конечно в этого им спала мы в копчене чтобы вы понимали насколько это далеко от севула сейчас я вам покажу карту и вы увидите где мы располагаемся это более 65 километров на метро мы заплатили 2200 вон за то чтобы до сюда доехать заплатили еще деньги за то чтобы доехать до этого основа на саду бассе и сейчас я вам покажу чем этот остров необычен есть мост из бутылок на нем присутствуют белые шарики бескрайние луга кубические слоны горы алиса пещеры тут даже есть такие гигантские каменные пещеры с подсветкой и тут даже есть библиотека дали мы в 9 часов нам дали гигантскую карту отдельного государства с отдельными паспортами и что самое главное нас еще и обманули в интернете потому что они так легко писали что после выхода с метро будет shuttle bus мне пришлось пользоваться google переводчиком в real time которые переводят там с фотографией и это не сильно помогло потому что автобус опоздал уже на минут 20 если так точно говорить мне даже пришлось попчет с корейцами они меня поняли сказали что мы сами опаздываем в общем недолго думаем мы заплатили за shuttle bus 16000 вон либо в переводе это наверное 1500 рублей также мы заплатили за въезд в этот остров 32000 вон что в переводе что в переводе лучше не значит что самое интересное нам видим придется еще и тут заплатить что просто такую-то добраться потому что оказывается остров нифига себе не маленький а размером на австралию вот поэтому надеемся что эти деньги будут окуплены нашими эмоции эмоциями они уже вот показываем женщину с ребеночком короче мы пошли сам остров находится далеко от село примерно в часе езды на метро либо же 40 минутах на позе к 3x мы не совсем разобрались как этим пользоваться поэтому поехали на обычном метро оттуда вы выходите на остановку с надписью shuttle bus буквально вот в секунде от выхода из метро и покупаете доступ на такой специальный автобус который будет вас развозить и он останавливается на каждой локации раз в час вы можете зайти и в течение дня бесконечно посещать все интересующие вас пространство на острове есть своя железная дорога она идет занимает поездками на минут 10 можно ехать в одну сторону потом возвращаться обратно но мы ищем место где охладиться на самом деле есть такое ощущение что вот взорвемся не только мой телефон тоже но ой а ты кто на благо нам тут есть вот такой вот воспаленный душ это просто замечательно такой вот мостик на фоне реки и гигантских гигантских кувшинок тут просто какой-то невозможный ландшафт везде различные декорации стоят да просто невозможно круто есть здание мумин ну чтобы вы понимали это действительно расстроен такой остров где есть отели есть обменники есть такие вот модные кафешки есть люди собаками есть люди без собак есть люди с детьми все в общем есть гигантский мумий слава богу здесь кондиционер 500 ватт все в картиночках комикс трипах не перестаю утверждаться тут есть гигантский водопад хотя вместе все водопады гигантские тут даже есть павлины тут остров животных даже очень маленький кролик есть мы закончили гулять на острове нами сейчас следующая наша остановка будет на на шуте нет ну если успеем стабакт в стабакт да само собой разумеющийся но вообще хотелось бы еще посетить конечно деревню франции италии возможно посетим что-то одно потому что платить ну 20 тысяч вон но честно желание не прям сильно что-то возникает или 40 тысяч за и то и то на двоих вот я конечно в тиньке посидел нет я бы в тиньке посидел бы она сама погуляла но я подумал как-то несправедливо мы успели взять старбакс даже вроде как успешно на заднем плане вы видите кучу непонятных пионокио которые находятся на этой стене это значит что мы наконец-то добрались до маленькой франции что мы можем сказать на улице по ощущениям плюс 40 градусов жара тика все это находится на горе и пока что вызывает большое сомнение нам дали карту мы должны побежать это всего минут за 50 потому что следующий шаттлбас отходит до гарден который посвящен тишине и спокойствия души а значит это точно нам как раз таки и надо поэтому мы берем вас с собой сейчас все покажем вход в какой-то мэйсон идем мэйсон марджала оп мы куда-то зашли этот зал посвящен видимо но антиквариат да но это вот штуки которые мэйсон 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 я тоже дам мэйсон гигантская он что где не вижаете линго есть все кроме этого и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Jакли şunu наверху DimaTorzok 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 и всю экспозицию заканчивается такой вот подвесной мост мы уже все около автобуса осталось 10 минут это автобус да выглядит вот так вы захотите знать это просто офигенный сад и вообще вот этот вот тур я настоятельно рекомендую но лучше конечно приезжать чуть раньше часам к десяти тогда вы успеете погулять абсолютно везде никуда не спеша с тем учетом что мы никуда особо не торопились мы везде успели я советую раньше не приезжать потому что в саду надо гулять не по жаре а вот именно по либо утром либо утром начинать слива да потому что можно поехать потому что конечно солнце крок там просто ад ну и часто конечно не супер легко было но хоть как-то сейчас по планам у нас мы наверное доедем до дома разуме я думал до мионга покушать только зачем нам по идее доезжать до дома есть можно сразу меня вот это одна из известных таких станций но есть так смотреть то выглядит вау вау вот такой вот прекрасный вид открывает моя 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 но и вот такая гигантская порта местного снадобья это вообще что это не будет там просто мы прекраснейшим образом поели алиса скажи по свою лапшу со льдом а не лёд вот там вообще кусок просто льда лапша есть детки будто бы просто соус налили льда наложили и лапшу подали кидали свинина была просто офигенная там мы идем кушать ягодки надеемся да я не всякую обменяли деньги и они принимают старые баксы это вообще шок после дубая где а и этих турции где принимают только чистые новые они не зажрались а вот собственно и ягоды как на том виде вот такой виноград и клубничка судя по всему это просто растопленный сахар но выглядит это очень эффективно как вкусничка вкусничка то есть моими субами не есть только рассасов да ты только что там щеку это ну как это до ягоды еще не зашла ты сможешь сказать что годно за 5000 вон ты 100 рублей или как депо задеваться прошло меньше 5 минут и не пользую дать и ножки невозможно жевать очень сладко и ну да как будто в депо можно такой же побои а